Добрый день, дорогие друзья, с вами Лестер, и мы продолжаем проходить второй эпизод Ходячих Мертвецов. Как вы помните, мы остановились на том, что хотели погладить корову. Что ж, возвращаемся в игру, и давайте посмотрим на коровку-то. Она выглядит тощей, я бы так не сказал. Давайте поговорим еще раз с Клементиной. Клем, тебе нравится эта корова? Она чудесная. Так, еще можно поговорить с Даком, давайте с детьми переговорим сначала. Нашел что-нибудь? Вроде нет. Здесь странно пахнет. Ну правильно, это же хлев. Да, как какашки. Ну да. Дети. Так, давайте с Даком поговорили, потом с Катей. С Катей говорить нельзя, давайте тогда переговорим с Энди, что он скажет. Привет, Энди. Ага. Так, давайте как-то, как ты думаешь, что мы сможем поесть? Давайте расскажем, нет, про женщину говорить не будем, потому что это может мама Клементины, и... Не надо при ней об этом говорить, спросим, как корову давайте. Что ж, лучше ведь теперь у нас есть доктор. Ну нормально, хорошо. Так, как ты думаешь, когда мы сможем поесть? А? А, проголодались? Не беспокойтесь, мама готовит вкуснятину. А то все тут уже жрать хотят по полной. Так, блин. Ну давайте про женщину спросим, Дакуще. Мы встретили женщину в лицо, она выглядела так, будто знакома с твоим братом. Ага, он болтает больше, чем нужно. Спасибо. Так, что-то, значит, что-то не в порядке. Раз болтаешь больше, чем нужно, значит, что-то не так. Давайте еще посмотрим, что в столе есть. Тут бачок набитый овсом, наверное, я не знаю, чем. Да, тут ничего такого нету. Выходим. Но мне кажется, тут в дверцах, если походить, что-то можно найти. Я не знаю, что, но не зря же они так просто тут стоят, да, что можно на них посмотреть. Еще какая-то вот эта штучка, которая лежала рядом с коровой. Так, сток сена. Давайте посмотрим на сток сена. Я хочу поиграть на сене. Лучше держись поближе к маме. Ты так же тогда с трактором поиграл, Шона задавил. Мудак маленький. Давайте выходим. Помните, да, в первом эпизоде ты Шона придавил? Из-за него парень умер. Так, давайте эту дверь стоила. Откроем, может, там какой сюрприз. Да нет, только коробки. Ящик с фермы. Ну-ка, интересно, что там? Пусто. Что-то не пустые коробки везде. Так. Сюда можно еще выйти. Здесь. Нет, давайте, правда, все, все стоила обойдем. Посмотрим. Опа, какой-то хлам. Может, что полезное здесь? Тачка. Выглядит, как куча старой грязной одежды. Ммм, пахнет странно, но правильно тут корова живет. Я не удивлюсь, что она тут сырет везде, где можно. Куда залезет. Так, сюда еще зайдем. Все, все, смотрим. Такое ощущение, как будто у них много коров было. Потому что, видите, сколько стоил. Кормушка. Это кормушка. Спасибо, Кэп. Так, что еще? Будет что-нибудь интересно, или я просто так время трачу? Дверь стоила в эту вот, в ту я заходил. В эту зайдем. Еще одна кормушка и какие-то доски. Ну-ка, ограда. Просто несколько заградительных столбов. Ладно, выходим, тут нечего ловить. Давайте выйдем через ту дверь. И посмотрим, что, может, там что-то есть. Потому что, помните, еще тогда... Я уже несколько раз говорил, когда мы с Майком убегали. Когда я еще плечо прострелила. Там мы тогда калитку не закрыли. Типа, ты что, тоже это видел? Лео, не прячусь что-то за этой дверью. Я загляну туда. У них есть ящики с хламом, или что-нибудь металлическое острое. Не будь паноройком. Это моя работа. Будь паноройком. Паранойка ли вся моя семья сейчас на этой ферме? Как насчет тебя? А как же Клем? Я буду защищать ее... Давай скажи то, что будем защищать ее, несмотря ни на что. Я знаю. Смотри, этот парень с Катей. Как там его звать? Он хорошо ее запер, как только мы вошли. Я слышал звук за дверью Лео. Что-то они прячут, не нравится мне. Может, они хуже бандитов еще? Я считаю, мы должны проверить. Найди молоток, и я в два счета сниму эту штуку. Постойте настроим на случай, если покажутся они. Эй, мужик, одумайся, ты сломаешь замок. А что если мы не правы? Ты пробьешь свой шанс накормить детей, которые хочешь. Хочешь защитить? Думай головой, Кенни. Я, в принципе, не хочу открывать калитку, если честно. Хорошо, профессор, что ты придумал? Да, я сначала загляну внутрь. Так. Давайте попробуем открыть, что ли. Эй, Ли, ты же знаешь, как вскрывать замки. Нет, почему ты это сказал? Потому что я негр, потому что я черный. Ну, ты же, ну, знаешь, черный. Ха, расист, падла. О, ты не сказал то, о чем я подумал. Господи, мужик, я из Флориды. Всякая херня порой вылетает у меня изо рта, извини. Хм. Что? Видишь эти шурупы? Мы можем попасть внутрь, не ломать замок. Просто открутить шурупы, а зато тебе поставим замок обратно. Как ни в чем не бывало. Отлично, звучит так, будто у тебя созрел план. Я попрожу вокруг и посмотрю за парнем с коровой. Энди. Бля, я думал, его зовут Данин. Ну, не важно. Дэнни. Парни, можно чем-нибудь вам помочь? Эм. Давайте спросим прямо, что за дверью? А? Просто инструменты. Мы держим их на замке, чтобы люди из лесу их не украли. Мы бы погибли без наших инструментов. Да? Что-то ты лыбишься не очень хорошо. Сделайте мне даже не отъебись от этой двери. Просто, ну, знаете, мама нервничает. Слушай, вот теперь... Эндрю, мне снова нужна твоя помощь. Без проблем. Серьез секунду. Слушай, нет. Теперь я хочу открыть эту дверь. Но, знаете, так, чтобы они не узнали. Иначе реально выгонят нас херам. И нечего будет поесть. Так. Выманьте Энди из оббара. Ладно. Начнем его выманивать. Можешь прямо напрямую подойти и сказать, слышь, пошли, отойдем, поговорим. Привет, Энди. А? У тебя есть отвертка? Дэнни сказал, что ему нужно что-то. Зачем ты закрыл эту дверь? Нет, давайте не будем про дверь. Дэнни упомянул, что ему что-то нужно от тебя. Что именно? Черт, я уже не помню. Извини. А, хорошо. Сейчас вернусь, док. Окей. Слушайте, я прям гений. Я как его тактично выманил. Ладно, давай, чувак. Иди, открывай дверь. Я не могу снять замок. Я по-прежнему не могу снять замок с двери. Тебе нужна отвертка или что-нибудь подобное. Так, я, кажется, знаю. Помните, вы тут инструменты, что ли, были, да? Ну, не инструменты, а вот, хлам. Может, тут отвертка есть? Давай-ка еще раз посмотрим. Тачка. Вылетка куча старой грязной одежды. Что нет отвертки? Пахнет отвратительно. Так, ладно. Отвертки тут нет. Где бы она могла быть? Ладно, давайте походим, поищем. Потому что явно не в этих вот стойлах. Или здесь. А вот хер узнать. Так, дверь амбара. Давайте, знаете, чтобы вам как бы не было скучно, я сейчас запись прерву, обыщу стойла. Если в них будет отвертка, то я вам об этом скажу. Если нет, то заново включу запись, скажу, типа, отвертки в стойлах нет, и пойду дальше их искать. Что ж, друзья, обыскал я стойла, их там нет. Но у меня возникла мысль, помните, рядом с домом стоит ящик с инструментами, и, мне кажется, там может быть отвертка. Ложная тревога, я вернулся. Так. Давайте тогда выйдем. Значит, пришел этот шоу. Значит, его как-то опять надо будет выкуривать. Так, закрыли дверь. И сейчас надо сходить к тому ящику, найти отвертку. Или что? Что-то ругается, что ли? А, нет, они смеются. И как женщина как-то успевает следить за всем домом? Ой, я просто хорошо справляюсь. Да еще мои мальчики меня выручают. Без них я бы точно не справился. Значит, он ее кадрит. Понятно. Так, ладно, давайте пройдем к тому ящику. И, я надеюсь, там отвертка. Если там отвертки нет, то у меня даже мысли нет, где она может еще быть. А, вон еще ящик с инструментами, насколько я понимаю. Да, ящик с инструментами. Вот там уж, наверное, должно что-то быть. А я хотел еще к коробке идти. Так. Мультиинструмент. Вот он, наверное, подойдет. Давайте осмотрим. Мультиинструмент, он может пригодиться. Ну, раз может пригодиться, давай заберем его. Я позаимствую его ненадолго. Окей, давайте сейчас еще, чтобы вот моя душа была спокойна. Сходим к той коробке мимо Ларис. Мамка этих парней пройдем. Вот туда осмотрим. Если там артверки уж нет, значит, вот нам мог пригодиться только этот мультиинструмент. И все. Так, давай-ка меня пропусти. Закончим наш разговор позже. Да ладно, ты можешь при мне ее трахать. Я на нее не претендую. Вы так хорошо лазите с Ларри. Он просто добрый, обаятельный старик, разве нет? Он, я бы так про него не сказал. Конечно. Не суди так строго, дорогой. Сейчас в людях пробуждается самый худший, но если присмотреться, то в каждом можно увидеть частичку человечности. Вообще-то он на среде не зомби меня хотел бросить. Давайте спросим, как там Марк все-таки. С плечом простреленным чувак лежит. Лучше из моих пациентов. Мои-то постоянно начинали царапаться и плакать, а он определенно мог бы научить их быть мужиками. Мне все равно хотелось проверить, как он. Ты мне должен довериться ли? Я уже много ран заштопал. Я знаю, что говорю. Ну ладно. Давайте уйдем, не будем просто это. Там, здесь мир неправильно. Наслаждайся, пока можешь. Скоро будешь слышать, как эти монстры поджариваются на заборе. Не хочу я про лес и про эту всю фигню говорить, чтобы... А, нельзя к коробке подойти, потому что он, видите, уходит. Ну ладно. То есть не хочу я про лес и вообще про все это говорить. То есть чтобы... Просто спрашивать, что у них в амбаре, чтобы никаких подозрений не вызывать. Все-таки мы незаконно туда полезем. Так. Давайте тогда непременно сейчас опять пойдем. Опять попробуем этого Курилу выгнать из амбара. А потом уже вот этим мультиинструментом взломаем замок. Я надеюсь, у нас это получится. Так, чувак, давай-ка... Привет, Энди. А? Где вы храните инструменты? Денис снова что-то... Скажем, Денис снова что-то нужно. Что, он не уходит, что ли? А где вы храните инструменты? А? Если тебе что-нибудь нужно, скажи, что я достану для тебя. А, да нет, мне особо... И не нужно. Нет, он сказал, достань мне отвертку. Он бы ушел, а он мультиинструментом все бы накрыли. Так, давай спросим, зачем ты закрыл эту дверь? А? А, мы не можем позволить тем людям в лесу пиздить наше добро. Они периодически приходят грабить нас, и ограда не помогает. Не. Ну и хорошо. Так, слушайте, я больше не знаю, как его выкурить. Надо прям идти и... Замок крутить, что ли. А, ребят, серьезно, перестаньте заниматься хуйней. Ну же, хватит уже. Нет, давай. А, он повторяет все это. Давай с тобой поговорим с Кенни, пускай он его выгонит. Потому что я свой шанс просрал на врач, что Шону что-то нужно. Я нашел мультиинструмент. Я кое-что нашел, надеюсь, это поможет. Отлично, приятно это слышать. И чё? Давайте, Энди возвращается. Я пытался отвлечь Энди, но он все равно вернулся. Здесь в округе должно быть что-то, чем можно его отвлечь. Как насчет генераторов? Так, ладно, чувак, ты мне подсказочку дал. Пойдем генератор вырубим. Давай выходим из амбара. Значит, генератор стоит рядом тут. Закрываем дверь. Слушайте, мы прям шпионы какие-то. Я как американский спецагент совершаю диверсию в тылу врага. Так, ладно. Давайте к генератору в первую очередь. И сразу отключаем его. Это чё, всего лишь на кнопочку что ли нажать? Нет, давайте. Давайте по блатному сейчас. Думаю, здесь нужно использовать отвертку. Или мультиинструмент. Сейчас, то есть не вот, чтобы на кнопочку просто вырубить, а мы прям основательно сейчас всё выкрутим тут. И пускай он, короче, бегает, пердит, генератор налаживает. Вот, а потом уже, как бы скажем так, у нас будет время. Ух ты, штука быстро движется. Ну, ты этого не видишь, что ли? Ой, зараза, штука быстро движется. А, всё, я понял, надо его выключить сначала. Давай, управляем питанием. Вырубай. Она останавливается. И давай перекручиваем всё к херам. Нет, давайте не будем перерезать, просто снимем, чтобы можно... Прочно её не порвать руками. Слушай, а может не нужно её рвать? А, ладно, всё равно уж... Тупить так тупить. Потому что, в принципе, я сейчас... А, вот должно сработать. Ну, ладно. Отлично он... Ёбаный Дэнни, где он откопал этот кусок говна? О, у неё порвался ремень. Чёрт, возьми, сукин ебать. Починка займёт вечность. Так, ладно, пока он там пыжится, пойдём сразу откручивать амбар и зырить. Чё там? Вот, ну и правильно то, что... А, ну, значит, наверное, тут нельзя было просто выключить генератор и уйти, чтобы он вышел. Нужно было непосредственно ремень снять. Окей. Только я боюсь, если он не сможет починить, электричества-то на ограде не будет, и зомби спокойно смогут, ну, не пролазить, но не поджариваться же они будут тогда. Что ж, теперь можно и ломать амбар. Всё, пошли. Давай, Кенни, поможешь мне. Так, хорошо, сохраняй, отлично. Так, зовут... Я так понимаю, зовут всех на обед, но... Пускай все бегут. Мам, папа, время ужина, время ужина. Хорошо, дорогой, давай позовём отца. Папа, папа, давай пора есть. Кенни, пойдём, милый. Нет, чувак, ты со мной будь. Кенни, ну же, не заставляйте тебя ждать. Я замолвлю за тебя, словечко. Сними эту штуку. Э, слышь, куда побежал, пердун? Вот сука. А чё, я без еды, что ли, остался? Да я тоже жрать хочу. Ну ладно. Окей. Давай-ка выворачиваем всё. Главное успеть потом всё завернуть. И делать всё это быстро. А, я нажал на глаз, а не на мультиинструмент. Ладно, всё, давай, не рассказывай мне, я так это знаю. Так, ещё два. Слушайте, я прям боюсь, как будто меня застукают сейчас. Так. И последний, там что-то... Мне кажется, там что-то необычное, там не могут быть просто инструменты, иначе бы мы бы не возили столько времени с этой хернёй. Ну-ка. Та-да. Та-да-да-да. Охуеть. Ёб твою. Парень, ты не слышал звонок? Время ужинать. Почему здесь столько крови? Почему здесь столько крови, чувак? Расскажи-ка мне. Слушай, мы храним здесь еду, Дэнни, и я много... Охотимся, чтобы всех прокормить, когда мы ловим кого-нибудь в лесу. Мы разделываем это здесь. Маме не нравится, когда мы делаем это в доме. Теперь ты убедился? Не о чем беспокоиться. Слушай, не, мне кажется, есть о чем беспокоиться. Да. Но теперь-то они нас будут подозревать в чем-нибудь, потому что... Мы все-таки не послушались их, взломали дверь, все это увидели. О, Бренда, бисквиты, ух ты! Слушай, пора кушать. Извините за беспорядок, нам пришлось заблокировать заднюю дверь после того, как ходящие стали лезть наверх. Не беспокойся, это было достаточно давно, с тех пор они не лезут внутрь. Ну-ка все сели, пойду принесу еду. О, это вкуснятина! А где Марк? У меня вот... Где Марк, вот правда. Не стоит беспокоиться о нем, я уже отнесла еду ему наверх, дай ему немного отдохнуть. Что-то неспроста его нету, уж не его ли кровь. Ванна сразу на выходе из холла, и вымой все под ногтями, ты ковырялся в грязи весь день. Надо пролезть к Марку, это вот по-любому. Короче, не пойду я в ванну вашу. Пойду-ка я наверх, посмотрю на Марка, потому что мне вот... Действительно, я за чувака переживаю. Так, давай, иди, иди, Ли. А, все, идет. Крадес, правда, смотрите, даже это... Кабель пройдет, ну не кабель, кабель, а просто твою мать скрипит, все. Аккуратненько. Ли молодец, что крадется, а не поднимается так спокойно. Так, и пойдем, посмотрим, как дела у Марка, потому что... Все-таки я за него переживаю, все-таки... Мы этот эпизод начали вместе с этим парнем, как помните, да, в лесу. Вместе с ним пошли на охоту, и хочется, конечно, убедиться, что с ним все в порядке. Ну-ка, пятна крови, но это вот, наверное, как раз из плеча. Так, кровать. Черт, где что-то побери Марк, ведь Брэн сказал, что он отдыхает наверху. Что-то мне неспокойно. Давайте еще книжный шкаф осмотрим. Книги по фермерству, поваренок, ничего необычного. Так, надо выходить и закрыть с собой дверь, если это можно сделать. Нет, походу, это сделать нельзя. Давайте теперь дверь в кладовку. Если уж тут Марка нет, то... Так. Давайте осмотрим, электрический шнур. Куда идет этот кабель? Вот это уж, я не знаю, парень, мусорное ведро. Фу, это что такое? Какая-то загадка прям, похоже на кучу медицинских отходов, медицинские трубки, изотнический раствор. Зачем фермерам понадобятся все эти вещи? Медицинские принадлежности. Я полагаю, кому-то в последнее время оказывали первую помощь, но это, наверное, Марк был. Полотенце, завалявшееся барахло, коробка свечей. Свечи, умно, но это да. И морфин, для чего им так много морфина? Вот это уж действительно. Ладно, давайте выходим. И сходим, ну теперь руки сходим, по-моему, или туда нельзя пройти. Так, Ли. А почему эта дверь не работает, скажем так? Ладно, загадка, но Марка тут так и нет. Что ж, херов. Какого черта? Слышали, да? Давайте осмотрим кабель. Еще раз. Так, электрический шнур, давайте. Осмотрим, потому что это, по-моему, Марк был. Так, ну что ты там нашел? Какого черта? Смотрите. Там как будто комната есть. Так. Слушайте, я, кажется, догадываюсь, что надо делать. Идти в ту комнату, и, может, там потайная дверь какая есть. Потому что... Это все неспроста. Смотрите, даже свет пошел. Давайте отодвинем шкаф. Ох, нихрена вы, ребятка, фермеры тут. Обосновались, я скажу. Уроды, давайте. Слушай, давай, я надеюсь, мне сейчас никто не помешает. Открываем дверь. Так, я уже сейчас видел... Е-е-е-е-хо-е-моё. Ему отрезали ноги. Ли. Марк. Какого хуй тут произошло? Вот реально? Без ноги. Э-э, братья. Э-э, какого хуй случилось с твоими ногами? Не... Э-э, не ешь. Ужин. Ли, ты там что? Упал? Обед на столе. Все ждут тебя. Да не людоеды! Барбекю! Клементина. Так, доберись до Клементина, пока она ничего не съела. Давайте сейчас, иначе уже скоро будет поздно. Давай, давай, давай. Давай, Ли, забегай. Хватай винтовку, чувак. Выплюнь это! Ли, останови ее. Что происходит? Ли, господи, ты что нашел? Что ты нашел? Давай, Кенни, пошли со мной. Сядь на место, успокойся, эта женщина приготовила тебе еду. Да, Ли, что она тебя нашла? Марк наверху, без ног. С отрезанными, блядь, ногами, вы едите его. Какой черт? Спокойно, спокойно. Ты пугаешь детей, Ли. Кенни, пошли со мной. Ли, что она тебя нашла? Не потакай ему, Лили. С этим парнем всегда что-то не так. Они выбрали для торговли мясо. Поднимитесь наверх и взгляните. Вы найдете парня с отрубленными ногами, блядь. Это молочная ферма, а не раньше, подумайте. Так, остановочка накаляется. Это правда. Отлично. Все могло так хорошо оказаться для вас, ребята. Он бы все равно помер, вы должны думать о выживании. Успокойся, дорогой. Если ты вырос сельской Джорджи, то тебя учат быть экономным. Так была воспитана я, и так воспитала своих детей. И теперь у нас тут монстры бродят вокруг, которые ничего не делают, кроме поедания людей. И для чего? Чтобы гнать дальше, пока не подвернется что-нибудь еще. Просто отпустите нас, мы превосходим вас. Давайте скажем, давайте просто уйти. Просто позвольте нам уйти. Потому что не надо проблем. Чувиха, иначе я тебе сейчас бошку разъебу. Я не прав, мы используем людей, которые все равно должны были умереть, так или иначе. И что теперь? Надо их хоронить, по-христиански, вроде вас. Кенни, хватай пушку, короче, блядь. Никто никуда не пойдет. Ех, ни хера. Так. Успокойся, здесь вас может одолеть много чего. Так, ясно. Как что, нахуй, что, пиздец? Отпустите свои пушки, мы уходим. Я не хочу умирать. Кто-нибудь, сделайте что-нибудь. Ли, Ли. Ах ты сука. Так. Отпусти ее, сукин сын. Ах, твою мать. А вы резвые парни. Так. Там, походу, Марк копошится. Так, что происходит? Надо что-нибудь предпринимать, по-любому. Пожалуйста. Кто-нибудь. Во. Ну все, теперь-то все убедились, да? Ах, как. Я аж сам испугался сейчас. Неожиданно. Так. Веселые разборки на ферме. Откройте эту чертову дверь. Вы не можете держать нас здесь. Открывайте, я голыми руками порву вас, ублюдков. Прекратите стучать, нам нужно найти другой способ выбраться. Бо. Вы больные ебаные ублюдки. Так, Лимитин, неплохо. Откройте дверь, черт возьми. Я вышибу эту черт, Ли. Папа, остановись. Так. Нас где-то заперли. Это был человек. Я ел мясо человека, это значит, что я превращусь... Нет, ты не превратишься. Нет, Клэм. Это не так происходит. Вот если бы он остановился вовремя. Ладно, папа, сейчас неподходящее время. Так, ты как, в порядке? Они ведь не сделали тебе больно, нет? Нет. Откройте, Ли, моя семья у этих психов, и мы засрыли в этом проклятом холодильнике. Нужно уходить отсюда. Это гребаный сосунок привел нас сюда. Может, все нахер заткнутся? Мне страшно. Не бойся, все будет хорошо, я найду для нас выход отсюда. Так, друзья. Ларри, а ты что, завез? Сам эту мамашу кадрил, вспомни. Ладно, друзья, я, походу, на этом этот ролик закончу. Получится ли у нас выбраться, или мы станем жертвами и попадем на обед к этим ублюдкам, мы об этом узнаем в следующий раз. Что ж, с вами был Лестер. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok